Коптилище. Источник Маркопедия. Озвучивает Игорь Невьянский. У каждого из нас есть какой-то момент, который разделил их жизнь на до и после. Переезд на новое место жительства. Встреча кого-то, кто впоследствии станет вам ближе всех прочих, а затем и его утрата, оставляющая пустоту в душе. Жизнь каждого человека рано или поздно дойдет до той точки, на которой она перевернется с ног на голову. Иногда в лучшую сторону, а иногда и в худшую. У меня этот судьбоносный момент произошел дня, кажется, четыре или два назад. И он был явно не из категории в лучшую сторону. Впрочем, проанализировать как следует я его вряд ли смогу, так как под мои представления о фундаментальных законах мира он вообще не попадает. Но обо всем по порядку. У меня есть, или скорее был друг. Андреем звали. Андрей был из той породы таких тщедушных мальчиков, которые ни с кем из коллектива не контактируют, а лишь сидят где-то в отдалении и занимаются своими делами. Нам повезло оказаться в среде, где школьная травля не была слишком частым явлением, так что особых проблем с одноклассниками он не испытывал. Впрочем, несмотря на это, никто особо не рвался заводить с ним дружбу. Да и он сам не слишком к этому стремился. Но по какому-то стечению обстоятельств нам удалось заинтересовать друг друга, и я в итоге стал его единственным из всего нашего класса другом. Несмотря на отсутствие проблем со сверстниками, Андрей с незавидной регулярностью страдал всякими нервными расстройствами. Панические атаки, депрессии, дереализация и тому подобное. Кульминационным моментом стало то, что он внезапно уверовал в наличие у себя младшей сестры по имени Оля, которая однажды пропала без вести. Проблема была в том, что о ней помнил только сам Андрей. Все его близкие и дальние родственники, а также я, отчетливо помнили, что Андрей был единственным ребенком в семье. Так ему и сказали родители, когда он внезапно упомянул Олю за ужином. Как я знаю со слов его матери, на логичное непонимание Андрей отреагировал сначала растерянностью, затем обидой, а потом самой настоящей истерикой, настолько нездоровой, что дошло до вызова скорой. Да, я слышал про такое явление, как ложное воспоминание. И его родители, я уверен, тоже слышали. Логично учитывать подобные нюансы, когда твой ребенок психически нестабилен. Но Андрей, к сожалению, был не из тех, кого можно убедить, что их память сыграла с ними шутку. О нет, любое отрицание существования Оли сопровождались дичайшими истериками, криками и слезами. За этим последовало закономерное событие. Поездка в диспансер, где Андрей впоследствии провел около месяца. Уж не знаю, как там над ним пошаманили, но по возвращению он был необычайно спокоен и больше никогда не упоминал про свою якобы младшую сестру. Никогда. До того самого момента. Был приятный майский вечер, когда уже чувствуется приближение долгожданного лета. Мы с Андреем гуляли по микрорайону, обсуждая какую-то игровую новинку и особо ни о чем не думая. Это был наш последний год в школе, и хотя ЕГЭ было еще впереди, мы особо не парились по этому поводу и просто наслаждались жизнью. Наш путь впоследствии привел нас к местности недалеко от моего дома. Это был огражденный забором участок, на котором располагался бывший детский сад, теперь ставший какой-то юридической конторой. Большая часть участка являлась пустырем с редкими деревьями и вытоптанными дорожками. И вот, проходя по этому пустырю, я зацепился взглядом за нечто выделяющееся на общем фоне. Это выглядело так, будто кто-то вырыл в небольшом холме нору, а затем облицевал место вокруг нее жестяными листами. Издалека было похоже на какой-то элемент теплотрассы или один из тех погребов, что можно встретить под окнами хрущевок. Но при ближайшем рассмотрении возникли вопросы о происхождении и назначении данной конструкции. Никаких труб тут не пролегает, а до ближайшего жилого дома метров сто. Плюс сам проход ничем не перекрыт, так что это определенно ни часть теплотрассы, ни погреб. Конечно же, мое любопытство проснулось, и мне захотелось осмотреть этот проход поближе. Нет, у меня не было никаких сигналов из подсознания или внутреннего голоса, который призывал бы как можно скорее убраться оттуда. Все воспринималось довольно обыденно и безобидно. Так что я повернулся к идущему чуть позади Андрею, дабы указать на объект своего интереса. Но Андрей без того смотрел на него. Смотрел полными страха глазами, замерев на месте и не двигаясь. Ну вот опять началось, подумал я, списав внезапный ступор Андрея на очередной заскок его нервной системы. Андрюх, ты чего застыл? Пойдем посмотрим, что там за хрень такая? Я махнул ему рукой. Мой друг пару секунд помедлил, а затем нервно покачал головой. Нет, это то место, коптилище. Сань, пошли отсюда быстрее. Да, тогда подобное было очень просто списать на его нестабильность, что я и сделал. Стараясь говорить спокойнее, я ответил Андрею. Какое еще коптилище? Ты о чем говоришь? Оля не исчезла. Ее туда утащила. Сань, пожалуйста, я не могу тут находиться. Голова болит. У меня внутри похолодело. Не уверен от чего, от внезапного упоминания Андрея Молли, о которой я не слышал уже больше года? Или это его фраза про утащила? Что ее утащило? Куда? В эту нору? Я хотел спросить это у Андрея, но какой-то необъяснимый страх сжал мое горло, и вопросы так и остались незаданными. А потом я понял. Ну, конечно, он снова чудит. Бывает ведь такое, что у некоторых вызывают страх вполне обыденные вещи. В психиатрии я не разбираюсь, но подозревал, что бывает. Особенно с такими, как Андрей. Вот и все, вот тебе и разгадка. Возможно, если показать ему, что ничего страшного там нет, то его отпустит. Пожалуй, даже с точки зрения психиатрии эта мысль была крайне бредовой, но на тот момент я в ней не сомневался. Так что я, стараясь звучать убедительнее, сказал Андрею, да бог с тобой, Андрюх, там наверняка просто подстанция какая-нибудь. Сейчас проверим. А затем, несмотря на тихие причитания Андрея у себя за спиной, зашагал к тому, что мой друг назвал коптилищем. Это был подземный проход, немного напоминающий вентиляционную шахту. Узкий тоннель, также облицованный проржавевшей жестью, плавно уходил куда-то глубоко вниз, во тьму. Заглянув в эту пропасть, я почувствовал тепло и легкий запах гари. А прислушавшись, уловил едва слышные звуки работы каких-то механизмов там, в глубине. Что-то щелкало, гудело и скрежетало, не переставая. Ну да, подстанция, было бы чего бояться, решил я, и уже было хотел высказать свой вывод Андрею. Но этот момент, когда я всматривался в бездну, и стал моей точкой невозврата. Думаю, я тогда потерял сознание или вроде того. Реальный мир остался где-то далеко позади, а мой мозг заполонили образы. Причудливые и мрачные образы некоего подобия заброшенных промзон, безлюдных, с полуразвалившимися бетонными заборами, исписанными граффити. Это был словно наш мир, но какой-то другой, мертвый и искаженный. Но в этом мертвом мире на фоне сумеречного неба вырисовывались черные зловещие фигуры давно пустующих заводов, в которых кипела жизнь. Но не та жизнь, которую мы знаем, а какое-то ее древнее ужасающее подобие. В пыльных окнах горел свет, из труб вырывался дым и пламя, и там, в глубинах забытых заводских комплексов, находилась в постоянном движении и изменении нечто искусственное, но тем не менее, живое и мыслящее. Нечто, что было создано задолго до появления жизни на Земле. Несущее в себе испепеляющий жар первых звезд во Вселенной, поделенное на множество фрагментов, оно тем не менее все еще было единым целым, и преданное забвение проводило над собой непостижимые процессы, ожидая. Ожидая чего-то там, в вечных сумерках и темноте безлюдных промзон. Первым, что я почувствовал, когда очнулся, была боль в конечностях. Кажется, я провел в одном положении несколько часов. Размяв ужасно затекшие руки и ноги, я огляделся. Уже заметно стемнело, и Андрея, само собой, нигде не было видно. Наверняка ушел домой. Своему внезапному ступору я нашел довольно нелепое, на тот момент казавшееся единственным логичным объяснение. У меня тоже беда с головой. С кем поведешься, как говорится. Загадочный тоннель в земле тогда как-то сам собой вылетел из головы, и я пошел домой, намереваясь затем написать Андрею, а после рассказать родителям о своем ступоре, считал, что лучше поставить их в известность, чтобы специалист поправил мне мозги, пока все не стало слишком плохо. По возвращению я коротко поздоровался с матерью и отцом, а затем отправившись в свою комнату, включил компьютер и зашел в контакт. И каково же было мое удивление, когда ни в диалогах, ни в списке друзей я не обнаружил ни следа от Андрея. Возможно, на эмоциях он удалил меня из друзей, а диалог сам стерся из-за какой-то ошибки. Пройдясь по страницам моих одноклассников, а также классного руководителя, я и у них в друзьях не нашел человека по имени Андрей Чижов. Нигде не было даже удаленного профиля. Андрей как будто никогда не регистрировался в контакте, хотя общались мы там регулярно. Кое-кто из моих одноклассников был онлайн. Написав им и получив ответ, я впал в крайнее недоумение. Все три человека, у которых я спрашивал о моем друге, утверждали, что никого подобного никогда с нами не училось. Конечно, тут можно было бы все списать на нелепую шутку, но на мои дальнейшие расспросы они выказывали вполне себе реальное недоумение. Удрученный, я направился в родительскую комнату и задал им со стороны, пожалуй, кажущийся странным вопрос. «А вы не знаете, что случилось с Андреем?» Само собой, меня встретили непонимающие взгляды и вопрос с кем. Мне уже начинало становиться по-настоящему страшно от осознания того, что я, возможно, схожу с ума. Наши семьи не сказать, что дружили, но контакт поддерживали, и мама с папой просто не могли не знать об Андрее. Мысленно утешая себя тем, что ложные воспоминания – вполне нормальное явление, я принялся рассказывать им, что мы вообще-то еще с начальной школы дружим, и что его отец как-то помог моему подлтать машину, когда та ощутима барахлила. Мой же отец теперь рассказал, что машину ему подлтали на СТО, и он не понимает, о чем я говорю, как и мать, которая, посмотрев с сочувствием, сказала, «Сашунь, ты себя нормально чувствуешь?» «Конечно же, ненормально. У меня тут лучший друг из жизни внезапно исчез. Какая тут нахрен норма?» Так я, конечно, говорить не стал, и, сочинив что-то про очередной реалистичный сон, который въелся в память, вернулся к себе. Даже несмотря на то, что я продолжал утешать себя мантрами о ложных воспоминаниях и их норме, меня все еще не покидало ощущение жуткой неправильности. Неужели я и в самом деле схожу с ума? Да. Может, я прямо, как в каком-нибудь триллере в далеком детстве выдумал себе друга, а спустя много лет этот образ вдруг стерся у меня из головы? Возможно, есть что-то еще, что я считаю привычным и настоящим, и на самом деле этого не существует вовсе. Я изо всех сил старался убеждать себя в своей адекватности и гнать подобные мысли прочь, но они упорно подступали. А вместе с ними какая-то странная тоска и скорбь. Как же так? Мы ведь с Андреем столько всего вместе пережили. Были, можно сказать, братьями по духу. А теперь его не существует. И ведь некому выговориться. Никто же и не помнит о нем, кроме меня. Мне, пожалуй, понадобится время и усилие, чтобы в свете этого всего не скатиться в депрессию. Так за рефлексией и залипанием в интернеты наступил глубокий вечер. Я, эмоционально вымотанный, провалился в сон. Сон был без изображения, но со звуком, будто кто-то выдернул из гнезда кабель, отвечающий за показ картинки на экране. Помню, как во сне слышал треск, словно от костра. Глухие звуки работы огромных механизмов и крики. Кричала, как минимум, с десяток человек. И кричала так, будто их сжигают заживо. Сжигают и сжигают на протяжении многих часов, а они все не умирают и продолжают чувствовать боль. Кажется, я тогда даже ощутил запах горелого мяса. Когда я, как обычно, проснулся в семь утра, чувство неправильности стало еще сильнее. Многие назвали бы это «встал не с той ноги», но у меня было нечто иное. Где-то на подсознательном уровне хотелось лечь спать обратно и никуда не идти, чтобы в дальнейшем не открылась какая-то мучительная истина, не приблизилось роковое событие. Все вчерашнее я хотел бы списать на дурной сон, но, увы, уже слишком явственно я помнил все эти события. Завтракая и собираясь, я старательно пытался направить свои мысли в другое русло, но они снова и снова возвращались ко вчерашнему дню. И тогда в памяти всплыл загадочный проход в холме. Если это было нечто вроде подстанции, непонятного назначения, то я вполне мог надышаться каких-то испарений и впасть в бред. Легче, конечно, от этой мысли не становилось, но некая доля рационализма в происходящее все же вносилась. Может, я и подвинулся рассудком, но хотя бы не на ровном месте. Как оказалось, мои предчувствия меня не обманули. В школе странности только набирали обороты, на занятия не пришла Света, моя одноклассница, с которой у меня были достаточно теплые отношения. Мне она даже нравилась в какой-то степени. Ее отсутствие само по себе вызывало вопросы, так как Света была из числа тех девочек-отличниц, которые участвуют во всех олимпиадах, рыдают из-за четверок в четверти и само собой имеют идеальную посещаемость. Конечно, она могла, например, заболеть, но когда уже третий преподаватель на перекличке не упомянул ее фамилию, а никто из класса не указал им на это, я почуял неладное. Подойдя на перемене к двум девчонкам, с которыми она регулярно общалась, я поинтересовался. «Девчонки, привет! А что со Светой, вы не знаете?» Ответ был немного предсказуем. «С какой Светой?» Надежда, как говорится, умирает последней, так что я до последнего надеялся, что они просто забыли. «Ну, как с какой? С Арсениной?» «С нами учится!» «Не знаем мы никакую Арсенину!» «Саш, ты о ком вообще?» Что ж, теперь моя надежда умерла окончательно. Бросив девочкам что-то вроде «да забейте», я мысленно ушел в себя, где и пребывал весь остаток дня. Из моей жизни исчезли два небезразличных мне человека, вряд ли два ложных воспоминания за такое короткое время. Вывод неутешителен. Я все-таки схожу с ума. С другой стороны, я не раз слышал, что сумасшедшие не осознают, что они сумасшедшие, а наоборот, уверены в своем душевном здоровье. А как тогда все это объяснить? Просто так люди, и все воспоминания о них не пропадают, и если все это происходит не в моей голове, а на самом деле, то почему я-то все помню? Нет, верить в реальность происходящего мне упорно не хотелось. Никому из нас не хочется рушить свою привычную картину мира. Это ведь неправильно. Так быть не должно. Так не бывает. Я тщетно держался за свою идею с отравлением газами, словно за спасательный круг посреди бушующего шторма. Только вот из этого круга стремительно выходил воздух, и шторм неизбежно захлестнул бы меня, рано или поздно. Я продолжал жить так, будто все нормально. В конце концов, люди вокруг меня не замечают никаких изменений. Так почему бы и мне не закрыть на них глаза? Я все так же вставал с утра в школу, понуро сидел на уроках, на переменах утыкался в телефон, а по приходу домой, в компьютер, и старался не замечать того, что люди продолжали пропадать. А они пропадали. Кто-то из преподавателей, соседка сверху, пацан из параллели, знакомая кассирша в супермаркете, они, и не только они, бесследно стирались из моей жизни, а я просто принимал это как должное. А еще я видел сны. Иногда они были как тот, без изображения. Крики, запахи и звук работы механизмов. Иногда, заснув, я обнаруживал себя в гигантском заводском комплексе, чем-то похожем на металлургический комбинат. Тьму разгонял свет от огромных доменных печей, создавая угрожающий полумрак. Я бродил один среди машин, работающих сами по себе, и в этом литейном аду пытался отыскать что-то. То и дело мне казалось, что вот я обогну очередную конструкцию, и сразу за этим поворотом меня будет ждать ответ на все мои вопросы. Но в такие моменты я всегда просыпался. Когда я бодрствовал, я почти не переставая ощущал на себе какое-то гнетущее внимание. Возможно, так себя чувствуют подопытные мыши, когда за ними с камер наблюдают ученые. Или занырнувший слишком глубоко дайвер, когда из темных океанических глубин на него смотрит нечто невыразимо жуткое. Мною будто заинтересовалась какая-то древняя, чуждая сущность, и этот давящий на разум взгляд я ощущал на себе большую часть времени. Когда все это началось, я хотел получить помощь психиатра. Возможно, стоило обратиться сразу, не мешкая, но, признаю, я испугался. Зловещее внимание извне давило на меня почти так же сильно, как и боязнь на долгие годы загреметь в богую палату, где соседом мне будет какой-нибудь овощ. Так что я просто продолжал наблюдать, как мой привычный мир рушится на кусочки. Когда пропал отец, я даже не удивился. Нет, я любил его. И случись это раньше, я бы метался, истерил, и не находил себе места, но, похоже, за все это время во мне созрело стойкое равнодушие ко всему на свете. Так что я, как и мать, не выказал никаких впечатлений по этому поводу, будто ничего и не произошло. Задремав на последнем уроке, я увидел сон, который до этого меня не посещал. Я стоял посреди пустоты, а меня окружали люди. Все те люди, которые бесследно стерлись из моей жизни, стояли и смотрели на меня, покрытые ужасающими ожогами, похожие на жертв масштабного пожара. Там был и Андрей, и Света, и отец, и мать. Они все ничего не говорили, а лишь молча смотрели. Все они чего-то ждали от меня. И когда я, дернувшись, проснулся, я почему-то осознал, что именно. Теперь я понимаю, что Андрей не был сумасшедшим. Возможно, Оля и его сестра и в самом деле существовала, но, как говорил Андрей, ее утащило в это коптилище. Утащила некая зловещая сущность, которая, стоит лишь обратить на нее внимание, каленым взглядом выжигает все то, что связывает тебя с привычным миром. Ведь если всматриваться в бездну, бездна начнет всматриваться в тебя. Как я и ожидал, мне, позвонившему в дверь своей квартиры, открыла совершенно незнакомая женщина, встретив меня вопросительным взглядом. Матери нет. Никого из тех, кого я знал, нет. И дома у меня тоже нет. Так что, похоже, теперь у меня лишь один путь. Возвращаясь на пустырь, я снова вижу перед собой зловещий черный зев, облицованный жестью. Как будто смотрю в пасть хищнику, который изначально знал, что его добыча рано или поздно вернется к нему. Возможно, мое возвращение сюда и вправду было лишь вопросом времени. Меня снова встречает запах дыма и механические звуки где-то там, внизу. Пригибаясь, я заползаю туда и продолжаю ползти вниз, во тьму. И чем ниже я спускаюсь, тем отчетливее, кроме лязга и гула, мне слышатся голоса. Такие до боли знакомые и родные голоса там, внизу, меня ждут. Пришло и мое время стать тем, кого поглотило коптилище. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ